Итак, добрый вечер. Мы начинаем очередной наш булес-ликбез, который я обозначил как в тени золотых плодов, и я планирую эту тему развивать в течение двух лекций. То есть это достаточно объемный материал, и, в общем-то, именно из-за этого материала в булес-ликбезе был большой перерыв. То есть да, можно всегда списать на то, что я писал четвертую книгу, и она закончена, да, она отправилась к редактору на проверку, а я писал много музыкальных сочинений, но это не оправдание. А на самом деле я реально столкнулся с проблемой того, что я мало знаю музыку. То есть то, что можно назвать историей музыки, причем зная ее мало не в том смысле, что я нашел людей, человеку или группу лиц, которые знают ее лучше. Этому бы я несоизмеримо обрадовался, потому что я на самом деле учиться люблю, я бы это стал читать, слушать, смотреть и так далее. Но я как раз столкнулся с чем-то противоположным, то есть столкнулся с осознанием проблемы, о тотальной невозможности охватить историю музыки в пределах человеческой жизни, что мне раньше с такой очевидностью не представлялось. Раньше я искренне был убежден, что в прошлые века было меньше композиторов, чем сейчас, что и позволило мне прийти к выводу о том, что мы в начале 21 века живем в период высочайшего расцвета композиторского творчества, но все оказалось намного сложнее. Безусловно, отчасти я был прав, утверждая, что сейчас крупных композиторов больше, чем их было, к примеру, в 17 или 18 веке. Но сейчас их больше исключительно по причине того, что в наши дни население Земли намного больше, чем было раньше. Видный историк, медиевист современный Мишель Пустуро в своей книге «Повседневная жизнь Франции и Англии. Времен рыцарей круглого стола» пишет следующее, что население Европы, к примеру, в 13 веке предположительно было равно 60 миллионам человек, а всего мира на тот момент 400 миллионов человек. Напомню, что как раз именно в это время в Европе расцветает первая музыкальная практика, то есть это время, начало классической музыкальной традиции. Собственно, традиции композиции, как построение формы из звука. В нашем 2020 году численность населения Европы предположительно составляет 745 миллионов человек. То есть население увеличилось в дюжину раз. А численность населения Земли на данный момент 7,7 миллиарда человек. То есть численность населения общей Земли увеличилась в сравнении с 13 веком в 19 раз. Я уже не буду рассуждать на тему, насколько увеличилось число грамотных людей. То есть это просто численность биологических существ. А сколько увеличилось грамотных людей, там будут цифры астрономические, если мы будем сравнивать с предшествующими эпохами. Если говорить даже еще о начале 20 века, мне рассказывали такую, по сути, курьезную ситуацию, почему так мало было доносов советской России о датированных рубежом 20-30-х годах. Именно вот в этом переходный период. А оказалось, что они были устны. Потому что писать половину не умели. Не то, что половина. Большая часть населения страны просто элементарно были безграмотными. Это 20 век. Это ровно 100 лет. Еще даже не прошло. К 30-му мы еще не подошли годы. Таким образом, естественно, сейчас совершенно неудивительно, что художников, писателей, композиторов творит больше, чем когда бы то ни было до этого. С большой долей вероятности в будущем их будет еще больше. Впрочем, в условно-процентном соотношении к общему населению Европы стоит признать, что, очевидно, подлинных мастеров в каждой отрасли всегда было примерно одинаковое количество человек. Понятно, что это очень условное определение. Нужно как метафору это просто принять. Почему же в таком случае большинство из этих творцов нам совершенно неизвестно? То есть мы о них не знаем. И здесь стоит обратиться к традиции. Искусствознание, которое культивируется в том числе и в учебных заведениях, так проходят истории искусств, все искусства, которые делят авторов на авторов первого ряда и авторов второго ряда. Раньше я в той или иной степени был готов принять эту позицию как таковую с той оговоркой, что в моем списке композиторов первого плана было на порядок, а то и на два порядка, больше, чем, как правило, их изучается. Или, как правило, по сравнению с тем, что мы видим в репертуарах филармоний. Но, как оказалось, это было отчасти правомочно лишь применительно к инструментальной музыке, которая еще до недавнего времени, то есть даже до начала 18 века, считалась, ну, как бы не совсем музыкой. Явлением не слишком значительным, которое сама по себе не способно что-то выражать, а является лишь хорошим дополнением к сценическому сюжету, либо к тексту песни или религиозного произведения. Вот об этом споры шли еще в начале 18 века. Замечательнейшим образом. И, да, если вы будете анализировать именно инструментальную музыку, к примеру, 18 или начало 18 века, то в таком случае для каждого века вполне резонно ограничится сотней, или, может быть, даже полусотней имен. И этого будет так или иначе достаточно, потому что другие авторы будут демонстрировать, ну, своего рода, варианты этих же моделей, тенденций, трендов и так далее. Но когда буквально там чуть меньше полугода назад я обратил свой взор на крупную сценическую форму так называемых авторов второго плана, я таки до них дошел, я осознал, что концепция такого рода не выдерживает никакой критики. Потому что в сценических жанрах, в крупных жанрах, в оперном жанре прежде всего, все происходит совершенно по-другому. Это вызвало мой пересмотр инструментально, музыки в том числе. А где, собственно, мы находим критерии того, что мы считаем пренебрежимо малым отличием? Почему мы считаем, что какое-то произведение мы можем определить как вторичное? Да, вот есть там три автора, работавших совершенно в одном месте, даже в месте часто в буквальном смысле слова творивших, Ариости, Бананчини, Гендель. Где мы можем найти вот то самое пренебрежимо малое отличие, чтобы сказать, что нет, все-таки Ариости, это тот же Гендель, но вот там есть небольшие отклонения, но они пренебрежимо малые. А где критерий того, что является пренебрежимо малым? И мне кажется, что так поступать с музыкой нельзя. Тем более, что музыка каждого из этих авторов отличается от прочих авторов на самом деле. И говорить о том, что там нет ничего нового, а некорректно. Так вот, соответственно, несколько месяцев назад я погрузился в слушание обильное этих авторов, большинство из которых неизвестны не только широкой публике, но неизвестны даже и специалистам в области музыкального искусства. Итого, я пришел к выводу, что как музыкант и как исследователь я не могу провести четкое различие между авторами, которых причисляют к гениям, и тех, кого пренебрежительно именуют композиторами второго, третьего, десятого, сотого порядка. А приведу примеры. Если до сих пор совершаются открытия и произведения, ранее приписываемые таким титаном, как Иоганн Себастьян Бах, пример, оказываются написанными авторами, о которых никто даже не знает, в принципе, и до этого момента не вспоминал, пока текстологи, да, историки, по документам не встановили. Нет, все-таки это другому принадлежит. То есть искусствоведческий анализ этого выявить не мог. Выявляет только строгая наука. Нет, вот это написано раньше, в другом городе, Абах просто переписал, просто чтоб исполнить. Вот и все. И всплывают фигуры, Мельхиора Мольтера, Иоганна Людвига Баха, побочная ветвь, да, не прямой родственник, Георга Готфрида Вагнера и так далее. То есть фигуры, о которых вспомнили благополучно, только когда оказалось, что они авторы музыки Баха, которая ранее ему приписывалась. Но, если наша культура провозглашает Баха, Иоганна Себастьяна, гением гениев, то есть вершины музыкального искусства эпохи барокко, но отличить творение этого гения от творения среднестатистического композитора того времени, то есть композитора второго плана, не может. А правомочно ли такое разделение? В принципе. Это вовсе не говорит, что Бах был недостойным композитором. Бах фигура действительно абсолютно титаническая. Я потратил почти год своей жизни на то, чтобы отслушать три полных собрания сочинения Баха, то есть все о полной ныне существующей в аудиозаписи, и это произвело на меня грандиозное впечатление. Это действительно титаническая фигура. Но я как музыкант не готов отказаться во имя лишь музыки Баха от других авторов, которые на протяжении 20-го столетия и до сих пор пренебрегают, именуя их вторичными. Так как я на самом деле не вижу никаких объективных критериев, что их музыка менее ценна. Не вижу вторичности, которую им хотят навязать и приписать. То есть да, Бах автор хорошо темперированного клавира искусства фуги, величайших полифонических штудий 18-го века. Но, к примеру, автор не менее величайших полифонических штудий рубежа 16-17-го века, а Филипп де Монте, как-то вспоминается сильно реже, чем Бах. То есть значит дело не в полифонии. Или, к примеру, создатель первого в истории музыки кластера. То есть полностью всех нот одновременно задействовано в гармонии, причем осмысленного, как концепция хаоса, из которого рождается осознанное начало. А более того, создателя жанра инструментального балета. До этой фигуры балет был с пением. Это Жан Ферри Ребель, современник Баха. То есть радикальнейший новатор для своего времени. По сути, балет до сих пор существует, но мало почему-то кто вспоминает фигуру Ребеля. То есть получается, значит, в одном случае новаторство считается признаком гениальности, а в другом случае новаторство, повлиявшее на историю музыки до наших дней, считается тем, чем можно пренебречь. То есть указание на факт того, что Бах действительно создал что-то уникальное и новое, это еще не говорит о том, почему в таком случае мы пренебрегаем другими новаторами. И мне стало интересно, а как, собственно, сложилась сама вот эта система, в которой появилось представление об авторах первого и второго ряда. Понятно, что я говорю сейчас о композиторах, но это же можно странспонировать на любой другой вид искусства. Джордж Агамбен сказал бы нам, что виной всему формирование, в кавычках, эстетического вкуса. То есть у публики, начиная с 17-го столетия, начинает появляться такая страшная речь, как эстетический вкус. В общем-то, этим заведовала так называемая Аркадия Римская, Академия Аркадская, где она зачем и создавалась, чтобы бороться с отвратительным и варварским вкусом прошлой эпохи. То есть прошлой эпохи – это эпоха Ариоста, Тасса, Бокаччи и так далее. Нет, они, конечно, равнялись на Тасса в том числе, только сильно его вычищали. И, как вы понимаете, именно вот в этой идее очищения от дурновкусия всё дурновкусие появилось впервые. В итоге эти поэты, мы их никого не знаем как поэтов, мы их знаем в лучшем случае как либретистов опер. И то только потому, что музыка хорошая была. Потому что уже в XVIII веке, не говоря уже о современных, люди будут просто плеваться от тех либретто, на которых писались эти оперы. Вот Аркадийцы. Первый эпоха. То есть это сто с чем жесточайшим образом боролся метастази. Ммм, в театре. Это одна проблема. То есть когда каждый человек начинает думать, что у него есть право судить о том, о чём он ничего не понимает. Что у него есть право, это, понимаете, если до там XVII-XVIII века у человека его мнение вытягивалось раскалёнными щипцами инквизиции, то начиная с XVIII века человеку навязывают, что он по любому поводу должен иметь своё мнение. Вне зависимости от того, разбирается там или нет. Мечта шпиона просто. Вот. И мы сейчас живём в ту эпоху, когда человек может ничего ни в чём не знать, но мнение у него гарантированно по любому поводу есть. Это одна проблема. То есть, естественно, в таком случае человек формируется в том таком аморфном и не двигающемся никуда контексте, который действительно сваливается до пары-тройки имён. И человеку кажется, что реально, что вот это ему нравится. А ему это нравится, потому что он ничего другого запомнить не может, потому что он слышал только, как скандерзал один умный человек, а если человек слышал только сурок Бетховена, то он везде слышит сурок Бетховена. Так, в общем-то, и есть. Вторая проблема. Проблема, хорошо обозначенная дирижёром, аутентистом Арнанкуром. Арнанкур в своих работах пишет следующее, что ключевая проблема понимания искусства в 20 веке, утрата этого понимания, зиждется в создании системы обучения музыке, то есть появлению консерватории. То есть он всё валит на консерватории, и, в общем-то, он прав. Потому что до появления консерватории искусство не понималось, как что-то, что должно приносить чувство удовлетворения. Искусство было важнейшей формой воспитания человека в целом. И то, в чём мы сейчас видим лишь красивые мелодии, вызывало богатейший спектр чувств, включая негативные. Стыд, угрызение совести, какие-то очень острые чувства, переживания скорби полноценные, от которых мы сейчас хотим откреститься, и так далее. Наша культура, в принципе, боится смерти, на самом деле. Поэтому возникают и инверсии, естественно, в виде годов и так далее. То есть, получается, когда появляются первые консерватории после французской революции, первая парижская консерватория и так далее, потом они распространились по всему миру. Что появляется? Неизбежная выборка, ибо в то ограниченное количество лет, от которой бралась консерватория, обучить якобы музыканта, нужно было воткнуть в него всё, и на выпуске должен быть классный специалист. Не будем забывать, сколько до этого учились. Как учился тот же Антонио Сальери. Да, сначала у Дожа, когда его взяли после смерти отца, потом после того, как его Флориан Гасман увёз к себе, я и нанял самых лучших педагогов по английскому, немецкому, французскому, латыни, итальянскому, поэтическому. Сам занимался, будучи выдающимся композитором с ним, потом пристроил его к глюку. То есть, человек учился, 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 учился. В консерватории вас обязуются за пять лет научить всему. Вот. И, естественно, там возникает унификация, что хорошо, а что плохо, и неизбежная выборка. То есть, я знаю пять имён, называется. Ну, хотя бы пять имён в каждом столетии. Но так как это именно пять имён, как правило, в каком они столетии жили, уже человек не помнит. Когда на калёквиуме спрашиваешь у студентов, не у самых плохих, когда же у Чайковских? Давно. Давно когда? В шестнадцатом веке. Ну, нормально. Такое плевание грозным, наверное. Так что, естественно, выборка какая-то имён есть, но как они расположены, хоть как-то в истории музыки, представлений нет. Но самое главное, на что указывает Арнанкур, консерватории появились в эпоху Бидермая раннего романтизма. И несут на себе до сих пор печать той эпохи. То есть, они были заточены под совершенно конкретный стиль в искусстве. Виртуозное романтическое исполнительство. Ставка делалась на ритмичность, виртуозность, владение штриховой техникой, в утрату, при утрате импровизации как таковой, при утрате многих аспектов тонкости, которые были свойственны исполнительству эпохи барокко и так далее. И естественный репертуар, посмотрите на филармонии и программы, обучающихся в современных музыкальных учебных заведениях по всему миру. Это подавляющее большинство музыки 19 века. То есть, времени, когда возникают эти консерватории. Они и запечатали это время. Плюс, полшага назад, 18 век, именно полшага, так не совсем 18 век. И полшага в 20-й, тоже желательно в первую половину. Вот репертуар филармонии, вот репертуар консерватории. Это то время, когда они формируются как конституции. А так как они изначально заточены под эту модель, то, естественно, с этой позиции она лучшая. Все, что было до этого, подготовка этой модели. Все, что было после этого, вырождение этой модели. Понимаете, что с любой точки зрения мы можем смотреть, если мы встанем на рельсы экспрессионизма, то романтизм станет подготовкой к экспрессионизму. Но если мы встанем на рельсы романтизма, то экспрессионизм это вырождение романтизма. Это как бы тут не нужно семь пядей во лбу иметь, чтобы с любого стиля рассмотреть так всю историю. Третья причина. Она называется внушение. У нас это выглядит в стране так. Но вот вы находитесь как раз в школе искусств, в хорошей, в московской, центральной. Вы видите, висят портреты. Бах, Бетховен. Тут пошли отечественные композиторы. Глинка, Бородин, Мусорский и далее по списку. Она тоже называется «Я знаю пять имен». Это школа. В школе проходят композиторов по персоналиям. Потом человек поступает в музыкальный колледж. Там он позже проходит этих же самых композиторов по персоналиям. Потом он поступает в музыкальный вуз. Заметьте, там он проходит тех же самых композиторов по персоналиям. И, наконец, человек поступает в аспирантуру, в которой он тоже проходит тех же самых композиторов. Потом он идёт на работу в филармонию, и там он играет музыку этих же самых композиторов. То есть, можно бы было сказать, что это господство рейтингов, которые ориентируются на исполняемость тех или иных авторов в филармониях. Но, есть одно но. Именно так обычно мотивируют, что мы проходим то, что играется, то, что вам предстоит в будущем играть и так далее. Я бы с этим полностью согласился. Если бы исполняемость в концертах являлась действительно показанием признания. То есть, если бы в концертах исполнялась музыка всех авторов, но некоторые бы публики больше нравились, а некоторые бы публики меньше нравились. Но мы-то отлично знаем, что в филармониях исполняется музыка только вот этих авторов. В 99% случаев. А если вы отойдёте в филармонию чуть подальше, в сторону по направлению к Магадану, а в сторону там Омск, Новосибирск, Барнаул, лучше всего в Барнаул. Вот. И посмотрите, что там играется в филармониях. Это подавляющее большинство так называемой классической или золотой классики. Классической музыки в её самых рестомативных образцах. И понимаете, если сами программы филармонии и общественных концертов, ведь это тоже есть продукт консерваторского внушения. То есть, там играют не какие-то музыканты, спустившиеся с небес, да, там играют музыканты, которые вот на протяжении всей своей жизни, от школы там, до аспирантуры, учили эти пять имён. Пять, естественно, в кавычках. Пускай их будет двадцать или тридцать. Но это не три тысячи и не тридцать тысяч. И понимаете, если бы программы филармонии спускались с небес каким-то высшим разумом, как бог с машиной, то тогда я бы был готов признать, что, ну, наверное, это вот некий факт объективный. Но программы филармонии это такой же продукт культуры, как и сами филармонии. Их выборка обусловлена тем же самым контекстом. Они, по сути, сами в себе варятся. И, значит, она тоже может быть полностью перекроена этой же самой культурой. Нужен лишь толчок, интенция, извиня. Мы с супругой одно время работали в архивах. Было дело. Как текстуры. Занимались верификацией и восстановлением процесса композиторского творчества по оригинальным рукописям, по образцам. Так и вот, параллельно пролистывая программы музыки, концертов музыкальных 19-го, начала 20-го столетия. Так там половина была концертов, где я, занимающийся музыкой там с трёх лет, и сейчас мне уже 37, да 30, почти 35 лет я этим делом занимаюсь. Так я там половины имён не знал. Опять, не то что сочинений, имён я не знал таких. А это широко исполнялось тогда. Это говорит о том, что на самом деле программы оперных театров и филармоний век от века меняются. Они не являются столь же незыбливыми, как и нам кажутся сейчас. То есть, некогда совершенно культовые авторы, такой как Франческо Кавалли, допустим, который был самым исполняемым композитором 17-го века. То есть, самый ставящийся оперный автор 17-го века. Культовая фигура для 17-го века. Более того, автор не просто самой популярной в 17-м веке оперы, автор Ари оттуда, Дель Альтера Магика, которая звучала после его смерти ещё лет сто. То есть, и на протяжении всего 18-го века. То есть, это опера Язон, 1649-го года. В 19-м веке о нём уже мало кто вспоминал. А сейчас, несмотря на возрождение его музыки, тем не менее, он в разы сдаёт по исполняемости тому же Монте-Верди, предположительно, его учителю. Но при жизни их даже бы никто рядом не сопоставил. То есть, Кавалли – это фигура номер один. Кавалли – это ставящийся, влияющий на историю искусства. Но сейчас она так перекраивается, что мы видим всё совершенно по-другому. И ладно бы, если бы мы сказали, что, ну, тот на не особо образованной толпе выехал вперёд в своё время, да, а история расставила всё по местам, Монте-Верди да новатор, а Кавалли да и не новатор. Нет, это не так. Так, Кавалли – создатель оперы, как таковой. Именно оперы, а не драмы на музыке. До Кавалли – это всё было баловство богатых дядей и тёть, которые хотели поиграть в древних греков. Они нанимали музыкантов, дорогущие декорации, и это ставилось в маленьких помещениях для очень ограниченной группы лиц. Вот опера до Кавалли. Но всё меняется, когда в Венеции в 1637 году открывается первый публичный театр. И там такой прикол не пройдёт. Это будет безумно скучно. Для обычной публики, которая приходит по билетам, они не высидят этого. Тем более, что у них нет амбиций, что они греческие аристократы. И Кавалли создаёт свои оперы. Он пришёл в этот театр в 1939-м, два года спустя, и на протяжении последующих больше, чем 30 лет, пишет опер. Несколько десятков опер, по опере в год. И именно эти оперы – это оперы в полном смысле этого слова. Оперы, включающие публику. Оперы смешения стилей, жанров. Оперы, ставящиеся проблематику гендерного типа, вы понимаете? Оперы, обманывающие нас сюжетом. То есть, если мы думаем, что Езон – это будет про золотое руно, то мы сильно ошибаемся. Знаете? То есть, там будет всё в кучу. Это будут такие сюжеты, про которые, то есть, там могут ТЗ Езоном назвать и так далее. И не потому, что они не знали, кто это такие. Это сложная оборочная игра. Сложнейшая. Где гендеры меняются. Где, может быть, мужчину петь женщина. Мужчину может петь кострат. Мужчину может петь мужчина. И самое забавное, что женщину может петь мужчина. Женщину, причём мужчина – бас. Женщину может петь, как будто старуха. Женщину может петь кострат. И, наконец, женщину может петь женщина. И вот на этой прихотливейшей игре голосов выстраивается сюжетная линия. То есть, она это подразумевает. Голос был не просто инструментом. Это была тончайшая гендерная игра. Вот что такое опера двусмысленно. Сложная, многоуровневая, которую мы знаем и по сей день. Если опера другая, то это оперетта. И, однако, мы редко вспоминаем Франческо Коваль. Понимаете? То есть, мы не можем сказать, что к нам некогда спустилась с высот небесных репертуар. Вот есть великий Монтеверди, есть великий Гендель, Барр, Моцарт, Бетховин и так далее. И что их всегда и играли. Что это самые повлиявшие на историю искусства композиторы. Да нет. Когда-то играли других, и те влияли в значительно большей степени, чем эти. Все меняется искусство мутабельно по отношению к культуре. Еще один пример хрестоматийный, но он уже фактически не нуждается даже в объяснении. В 19 веке такая фигура, как Антонио Вивальди, мало кому был нужен. Ну, может, фаготисты поигрывали, да им играть просто особо нечего. А вот тот концертов написал несколько десятков штук для этого инструмента. Так, чтобы его крупные сочинения ставились? Да нет, не ставились. И мало кто о нем вспоминал. Но в 20 веке из него делают идола эпохи, кумира. И он попадает в тот самый золотой список, который украшает все филармонии. А правда ли это? Спорный вопрос. Спорный вопрос. Не в смысле, что Вивальди не был гением, а в том, почему именно он. Да вот так просто, случайно. Это случайный фактор. Понимаете, с таким же успехом могли добыть кого-нибудь другого. Ну, к примеру, Леонардо Винчи. Почему бы не его? Современник Вивальди. Один из самых ставящихся авторов оперных в свое время. О нем, кстати, вспоминают редко. Или, допустим, популярность Моцарта. Популярность Моцарта при жизни. А Моцарта была не особо великой. Весь этот ужасающий хайп, который поднял Пушкин. Это, конечно, колоссальное преступление со стороны Пушкина. И, знаете, можно сказать так, что если Сальери никогда не травил Моцарта, а вот Пушкин отравил Сальери. И это преступление. И у него есть подтверждающий факт в виде изданного текста. Соответственно, действительно преступление, которое сильно снижает планку этого русского классика. Потому что на такие дешевые вещи лезть, которые просто на слухах основаны были, это очень нехорошо. Прям сильно нехорошо. Что-то ему не нравилось, видать, в Сальери. Наверное, потому что его слишком хвалил Гёте. Но Моцарт вообще не мог никак конкурировать с Сальери. Он не был... У него единственное было действительно хорошо принятое публикой и шумное произведение, это похищение из Сирали. Оно действительно имело шумный успех. Но это Зинкшпиль. Это не тема Сальери, в принципе. Он не работал с Зинкшпилями. А кто были конкуренты реальные Сальери, которые настолько же были востребованы? Это Сарти, который, кстати, редко вспоминают, а он полжизни здесь прожил, в Петербурге. Он сюда переехал. У нас же приглашали лучших. Это Сарти с его Юлием Сабином. Опера «Шумевшая» на протяжении всего конца XVIII века. Это Мартины Салер, соответственно, со своей редкой вещью, которую цитировал Моцарт. И это Пейзелла, который повлиял на Моцарта колоссальнейшего образа. Кстати, все они, заметьте, Сарти, Пейзелла и Винсенте. Винсенте, Мартины Салер работали при Петербургском дворе. То есть приглашали самых лучших. В России было много денег, и они могли позволить себе лучших. Но тот же самый Сальери сейчас вспоминается преимущественно как автор, который не травил Моцарта. Но именно он был радикальным новатором. То есть для него Бомарше, как явствует даже из текста пушкинской драмы, написал Тарара. И на этот текст Бомарше Сальери создает абсолютно новаторскую оперу. Оперу, в которой он впервые смешивает драму и комедию. Ровно пополам. То есть для классицизма это было чем-то выпиющим. Если для барокко в 17 веке это нормально было, то для классицизма это, конечно, дичайшая вещь. Французы это не приняли, но эта опера стала почти на протяжении 50 лет идолом оперы. Это опера, которую приняла французская революция как тарар, солдат какой-то, который становится царем. То есть потому что царь из того же теста создан, что обычный человек. Просто вот если человек благородный, он может претендовать на великие свершения. А если он просто по крови, ну и пинок ему под зад, и выкинуть его нужно. Ну вот в общем-то классицизмская идея, что все люди братья, все люди равны. Просвещенческая идея даже уже, просвещенческая. Но вот что любопытно, эта опера стала как визитная карточка венской монархии. Это опера, которая исполнялась на всех торжественных мероприятиях, посвященных именно социальным каким-то вопросам. На протяжении, ну почти сорока лет. До двадцать восьмого года. Как в Вене, при Венском дворе. Очевидно, венские монархии ассоциировали себя не с атаром, с деспотом, а собственно с тараром, что они по праву занимают свой престол. Потом с тараром себя отождествлял Наполеон Бонапарт, очень ценивший Сальери. Потом, когда Наполеона свергли, с таким же успехом эта опера ставилась и при Бурбонах. То есть фактически на протяжении почти сорока лет эта опера не сходила с ключевых оперных сцен Европы. Моцарту такое не снилось, понимаете? Единственный раз, когда Моцарт действительно мог поконкурировать с Сальери, он ему полностью проиграл. Они написали по маленькому произведению, а сначала слова, потом музыка написал Сальери, Моцарт написал директора театра. Директор театра по общему мнению и публике, и властивущих не выдержала критики. И в общем-то так оно и есть. То есть это далеко не лучшая опера Моцарта. То есть если мы посмотрим на историю, с точки зрения самой истории, то окажется, что я знаю пять имен, а имена-то знаем не те. Что в каждой эпоху они формируются разные. И та история музыки, которую мы реверсивно пытаемся приписать, прошлому она была другая. Да, всегда можно сказать, что вкусы публики меняются. Но понимаете, это было бы верно, если вкус был врожденным качеством. А вкус это качество формируемое. Формируемое. Его можно сформировать одно, а можно сформировать другое. Значит ссылаться на это, а просто как на факт современной реальности, то же самое, как ссылаться, допустим, на проблему безработицы. Ну вот сейчас вот она вот такая. Мы ничего с этим делать не будем, потому что это вот фактор современной нам социальной ситуации. Ну можно не делать, конечно. Она может сама как-то решиться. В том числе и революционными методами. Ну, по-разному решается. Но культурный вкус, он так же, как и любые социальные явления, формируем. Его можно менять. Почему же в таком случае при прослушивании, там, не знаю, Бетховена симфонии, у публики возникает живой интерес, а при прослушивании, допустим, симфонии его современника, младшего, Яна Колеводы нет? Если сейчас играть, это в современной филармонии. Ответ очень простой. Ассоциативные связи. То есть, в случае с Бетховеном, они формируются даже опосредованно. Каждый человек, который даже не знает, кто такой, ни одной симфонии целиком не слышал, знает, что такое судьба стучится в дверь. Знает, что такое лунная соната, даже если путает ее к Лизе. А в случае с тем же Колеводой, такого ассоциативного ряда опосредованного формируемого культуры просто нет. И бессмысленно вспоминать о том, как восхвалял последнего Роберт Шуман. Все решает количество культурных ассоциаций. И когда человек начинает впервые слушать музыку, что называется, за пределами МКАДа, за пределами золотых плодов, за пределами золотого фонда культурного, то он получает малой информации из этой музыки, так как наше восприятие основано на, в принципе, поискосходствах. Что великолепно в своем романе представил Сервантес. Если похоже на великана, машущего палец, значит оно и есть. А, ты все равно, что это мельница. То есть, человек начинает слушать так, а вот это на Бах похоже, вот это на Моцарта. И эти отличия действительно для него становятся пренебрежимы малы. Ему все равно, что это похоже на Моцарта, что оно до Моцарта написано. Какая разница, похоже, значит похоже. Но, когда человек начинает усилием воли накапливать необходимый минимум багажа, то, ну хотя бы набирая там тысячу музыкальных произведений, то каждое новое сочинение, добавляемое к этой тысяче, начинает встраиваться в общую сетку его культурных координат. И дает ему зачастую пищу для ума большую, чем многотомок. Именно с этого момента, собственно, музыка и начинает говорить. Когда на смену сходству приходит восприятие различий. Когда мы окунаемся в безграничный мир и понимаем, что на самом деле никогда не сможем его полностью изучить. Что он просто как космос превосходит наши возможности. Что этих различий настолько много, что каждый из них дает богатейшую пищу для нашего ума. И чем мы больше в это погружаемся, тем больше становится именно различий. Различий, различий и еще различий. Есть хороший такой пример, когда в конце жизни Тихона Николаевича Хренникова спросили о шестой симфонии Николая Яковлевича Мисковского. Ему задали такой вопрос. Считает ли он, что Мисковский не дотянул до уровня шестой Чайковского? Он сказал, а как можно говорить о том, что он до чего-то не дотянул? То есть, это значит сказать, что Чайковский мог бы написать симфонию Мисковского. Но он этого не смог бы сделать. С таким же успехом можно сказать, что Чайковский не дотянул. Он же не написал эту симфонию. Вот в чем дело. То есть, тут вопрос о том, что мы видим. Сходство или различие? Если мы видим в симфониях Мисковского сходство с Чайковским, но нам мешает то, что они немножко не такие, то нас они будут раздражать. Но если мы хотим найти различия, то различий там окажется настолько много, что сходство исчезнет полностью. А кажется, что это иллюзия сходства. И тут нужно поставить еще один радикальный вопрос. Не пытаются ли нам навязать идею, что у искусства есть история? Дело в том, что история, как я понимаю, это то, что прошло и что повториться не может. Оно остается как память. Шлейф от нее. Есть такое понятие, философия следа. След – это когда мы видим, что на этом месте человек отсутствует. То есть, если человек стоял бы на этом месте, мы бы его обувь видели. А если мы видим след, мы видим след как знак отсутствия чего-то. Вот это и есть история. То есть, если там прошла Наполеоновская война, сколько бы мы в нее ни играли, все равно это не она. Это воспоминания о ней. Если была Хиросима, то второй раз пережить Хиросиму нельзя. Это будет уже что-то другое. Совершенно иное. Вот это и есть плоды истории. Но произведения искусства абсолютно заимствованы из любой эпохи, из архаичной истории, да, культуры или буквально написанная только сейчас, в любом случае встраивается с нами в определенную сложную многоуровневую игру отношений. И при определенном доверии с нашей стороны может нас поменять. В этом смысл произведения искусства. Знаете, есть такой хороший классик английский. Томас де Квинси. Любимый автор, в том числе русских классиков, на него во многом ориентировался Достоевский и так далее. Так вот, в своих воспоминаниях де Квинси писал о том, как он посещал оперу. И говорит о том, что к опере нужно приготовиться. Если вы правильно приуготовили свое сознание к восприятию ее, то она окажет на вас огромное впечатление. И если она не оказывает на вас такого впечатления, не нужно торопиться винить исполнителей или автора. Скорее всего, вы не готовы. Это говорит человек, который не получал какого-то экстра образования, как Салиери. Человек, по сути, едва ли не самородок. Он понимал, что о произведении искусства нам ничему не обязано. Это как гора или водопад. То есть, сам факт того, что мы до нее не можем дойти, это еще не значит, что она плохая. Или что ее нет. Да, безусловно, произведение искусства, заимствованное из отдаленных эпох, будет сейчас функционировать не таким же образом, как оно функционировало, когда создавалось. В ту эпоху. И я понимаю отлично, что когда я говорю о гендерных вопросах, применительно к сюжетам опер Кавалли, это видится совершенно по-другому на волне ЛГБТ-движений, так же, как восстановленные сейчас великолепные образцы опер Леонардо Винчи. И в случае с Ахтаксерксом, где все персонажи мужчины. И женщин играют мужчины, и мужчин-мужчина. Но это аутентичное исполнение. В случае с Катоном Вутики в меньшей степени, но там тоже два контротяна раздействованы. То есть сейчас это возрождается на других основаниях, чем тогда, когда создавалось в ту эпоху. Сейчас это мы ассоциируем именно с свободой ЛГБТ, а тогда это ассоциировалось, естественно, с ангельским голосом. Голосом между мужским и женским. Небесным голосом. Сейчас мы так помыслить в рамках современной модели культурной, конечно, не можем. Или если можем, то только задним числом восстанавливая такую модель. То есть понятно, что любое произведение искусства заимствовано из прошлой эпохи, а не только готово оказать влияние на нас, но, исходя из того, что мы на него проецируем, само перестраивается. Это сложная игра отношений с пластичной формой. Форма готова поменять нашу форму субъектности при условии того, что она будет меняться сама. В таком случае у искусства действительно нет прошлого. Прошлое есть у истории и культуры, в формировании которого, а искусство играло важнейшую роль. Но сами по себе произведения искусства, как артефакты, взятые в отдельности, оказываются в каком-то парадоксальном смысле, лежащими за пределами истории. Ну, к примеру, если какой-нибудь политик проиграл выборы, то всё, он выброшен за пределы истории. Не он повлиял на такой-то период. А если кто-то не убил Гитлера, то значит не смог его остановить. Но многие пытаются навязать такую же позицию к произведениям искусства. Вот этот-то смог повлиять на культуру, а вот этот не смог. Однако это форма манипуляции в нашем сознании. Потому что искусство парадоксальным образом выпадает за пределы истории. Хотя, конечно, саму историю оно во многом и организует. То есть, если какой-то автор сейчас влияет на культуру, то это ещё не значит, что он будет с таким же успехом влиять на неё через сто лет. Я вам показал примеры, как из культуры влёгкую выпадают фигуры. Сальери определил историю оперы, по крайней мере, до середины 19 века. Черты его Тарара и его Данаид находят даже в раннем Варде. Понимаете? То есть, вот этот человек реально повлиял. Этот человек повлиял на Моцарта, что Моцарт написал своего Донжуана со смешением стилей трагикомедии. Естественно, Моцарт ориентировался на те тренды, которые задавал ведущий автор того времени. Более того, тот был его... Ну, если не другом, то знакомым. В том числе и исполнителем музыки Моцарта. Но сейчас нам пытаются показать преемственность, как один автор влиял на другого, на примере фигур, которые мы наблюдаем в современных филармонических концертах, а не так, как они действительно влияли с точки зрения культуры каждой отдельно взятой эпохи. То есть, искусство на самом деле пытаются превратить в историю, как это было с историей политической. Что были фигуры, они едва ли не музейны, они вот канонизированы, их уже нельзя сдвинуть, а на самом деле это не так. Произведение искусства является прецедентом, с которым можно вступить в определенную систему отношений, которая будет перекраивать нашу субъектность. И в таком случае мы новыми образами, новыми проекциями можем наполнить искусство, начиная от пещеры Лоско до пещеры Шаве, вплоть до наших дней. И то, что мы читаем, слушаем, смотрим и так далее, пересоздает нас самих и пересоздает ту систему ценностей, которая будет определять, что будут слушать, читать и смотреть другие. И здесь важно определиться с еще одним очень существенным моментом. Почему так сложно бывает отличить произведение одного автора от другого, когда у нас действительно нет подлинных, стопроцентных гарантий, кто что написал? Повторюсь, искусторический анализ далеко не всегда позволяет верифицировать. Как шутят многие авторы, кто занимается текстологией, никогда не позволяет верифицировать. Нет, в отличие Шостаковича от Моцарта, конечно, можно, отличить какого-то неизвестного сочинения Моцарта от сочинения Рассетти или Диттерсдорфа, написанного в это же время, будет уже значительно сложнее. Для человека, который не сведущ музыки, понятно, что это происходит из-за слишком низкого уровня различания, если пользоваться термином Деррида. Но в случае с профессионалами, которые всю жизнь положили на творчество Моцарта, того же Элебаха, такая процедура, иногда бывает невозможна, процедура верификации, в силу как раз слишком высокого уровня различания. О чём я хочу сказать? О том, что на самом деле представления об авторе, как я уже разбирал в одном из ранних булес-ликбезов, абсолютно нерелевантны реальной ситуации. Да, почти у каждого автора есть ряд схожих между собой сочинений. Оттуда и формируется некий образ, что этот автор такой-то, этот автор такой-то. Но у большинства авторов есть сочинения, которые радикальнейшим образом отличаются от прочих их сочинений. Из этого сделать можно правомочный вывод, что на самом деле автора в каком-то смысле вовсе не существует. Это просто некое имя, ярлычок, каталожный номер, при помощи которого легко ориентироваться в определённом культурном пространстве. И не более того, существуют произведения автора. И каждый из них претендует на свой уникальный статус. На микромир, на микромодель Вселенной. На новую отправную точку взгляда на мир. А в идеале, при достаточной степени нашего развлечения, именно так, в общем-то, и должно быть. Именно так и нужно мыслить. Но, если произведения оказываются настолько индивидуализированными в нашем восприятии, то какая сила позволит нам сказать с достоверностью, что вот это-то сочинение написал Бах, а вот это сочинение, допустим, написал Мольдер. Если у Баха может быть сочинение, которое не похоже на Баха, в общем-то, это нормально. А у Мольдера может быть сочинение, которое не похоже на Мольдер. И это тоже нормально. Эпоха, как правило, узнается хорошо. Локация в той или иной степени тоже верифицируемая. То есть это Франция, это Италия, это Испания и так далее. Но имя автора часто оказывается ускользающим туманным силуэтом. И чем ближе мы в этот туман входим со своим фонарем развлечения, тем в большей степени он кажется зыбким, зыбким он устаивает. И оказывается, что, в общем-то, автора за количество моего сочинений различить очень сложно. Ну, в общем-то, знаменитый спор о Такате и Фугере и Миноре до сих пор не прекращается. Часть автора, часть искусствоведов стоит на позиции именно искусствоведческой верификации о том, что эта сочинение совершенно не похоже на сочинение Баха. И я с этим полностью согласен. Но это не гарант того, что это написал мне Бах. Мог Бах написать, мог не он. Это просто сочинение. Да, мы его можем обозвать Бахом, можем обозвать кем угодно еще. Оно от этого свои ценности не теряет нисколько. Это просто плод культуры начала XVIII века. Блистательный образец концертной органной миниатюры. И, коль скоро при достаточной степени приближения оказываться ценным каждое мастерски реализованное произведение, то весьма спорной представляется концепция золотых плодов, которые нас приучают с музыкальной школы. Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, я открыл для себя фигуру к своему стыду ранее неизвестного мне совершенно автора Франческо Бартоломео Койнти. Автор на 4 года старше Баха. Ну, на 3-4 года, потому что он либо в 81-м, либо в 82-м родился, в 17-м столетии. А этого автора цитировал Гендаль. Его себе в библиотеку скопировал Бах. Заметьте, тогда ксероксов не было. Это от руки самому переписывать нужно было. А это партитуры, это толстые тоники. Так может ли он считаться автором 2-го, 3-го, 100-го плана, если на него равнялись великие? И на меня его опера, этот, господи, Дон Кихот, произвела колоссальное впечатление. То есть для 19-го века, для 19-го года, 18-го века, это уникальный прецедент. Это полномасштабная пятиактная комическая опера. Задолго до «Служанки госпожи», это 1933-й год, это 19-й. И эта опера шла на протяжении почти 20-ти лет с большим успехом в Вене. Это имя, если вот вы сейчас пойдете, вот выйдете из этого кабинета и будете спрашивать у каждого вам встречного, а его не будет здесь знать никто. Здесь занимаются музыкой. При том, что в эпоху Генделя и Баха это была абсолютно важная, известная, уважаемая фигура. И надо сказать, что мое впечатление не только от Дон Кихота, а совершенно изумило меня эта опера, потрясающая опера. Которая, благо, дело в последние годы дважды была поставлена, исполнена, не поставлена. Но из знакомства со всем, что написал Конти, к сожалению, это ограничивается меньше десятью дисками на данный момент, то, что есть в записи. Его меса, меса соль минор, я ее смело могу поставить в десятку лучших барочных мес. Это то, что тоже на меня произвело просто неизгладимое впечатление. Это автор, которого я узнал несколько месяцев назад, хотя занимаюсь музыкой всю свою жизнь. Вот вам пример, насколько приблизительно является вот эта модель, с которой мы сталкиваемся повсеместно. Модель золотых плодов. Другой пример. Автор, которого, опять же, я узнал совсем недавно, чуть раньше, чем в Конти, Доменик Тирадельес. Барочный композитор, который в свое время тоже блистал, он ставился по всей Европе. Испанский композитор, но работавший в жанре итальянской оперы. Композитор при невыясненных обстоятельствах умер в юном возрасте, 38 лет ему было. Предполагают, что его отравили. И как ведется в народном хайпе, естественно, это приписали итальянскому композитору Николонио Мелли. То есть, знаменитый батл с Сальери и с Моцартом, в общем-то, он не единственный в истории. То есть, всегда, когда в Европе условно-культурность, то есть, во Франции или Вене, какой-то композитор умирал, сразу же тянули на итальянцев. Значит, точно итальянцы отравили. Но вот если умирал итальянец от яда, значит, сам умер. Как в случае с Леонардо Винчи, который, как известно, любил женщин, в том числе замужних. А вот мужья этих женщин не очень любили Леонардо Винчи. И один его немножко убил. И, соответственно, он тоже умер. То есть, и Моцарта. Но тот был итальянец, и это, в общем-то, никого не удивило. А вот когда умирает не итальянец, сразу же начинает приписывать это злодеяние какому-нибудь злому умыслу итальянца. Николой Йомелли, прекрасный композитор, современник Моцарта, и так же, как и Сальери, абсолютно не причастен ни к чьей смерти. Что было, в общем-то, очевидно уже в конце этого столицы. Но шум был. Вот такие удивительные, соответственно, истории можно встретить в истории музыкального искусства. Ну, к чему это? А к тому, что я бы, как музыкант, никогда бы не применял даже Моцарта на то, чтобы просто выкинуть родолеза. То, что я его не знал до 37 лет, величайшее упущение, с моей стороны. Если бы я его знал раньше, я бы по-другому ориентировался. В музыкальной культуре в целом. Я переслушал его Артаксеркса уже на огромное количество раз, и, на мой взгляд, его Артаксеркс, лучший Артаксеркс. А на либретто Артаксеркса, это лучшая драма Метастазио, было написано более 80 опер в тот момент. Включая Линчи, включая Хассе, включая Томаса Арна в Англии. И, тем не менее, я считаю, что вот Тераделиеса, это мое мнение, я не претендую на какую-то объективность, но мое мнение, что именно Тераделиеса Артаксеркс самое интересное. Это единственная опера, в которой все арии точно соответствуют тому, что происходит по сюжету. Они эмоциональной окраске поддаются, исходя из логики сюжета, а не исходя из просто музыкальных красот, как было, в общем-то, типично для барочной оперы. Когда музыка красивая, да, и все равно, что в этот момент гнев должен быть, она лирическая. Ну, какая разница? Или, наоборот, лирика должна быть, она вся такая, то, что тогда называлось, кураж. Вот для Винчи это как раз типично, вот такого рода. Там все время кураж идет, за редким исключением, особенно в Артаксерксе. Здесь все точно подгадано под сюжет, и это интересно, это ярко, это эмоционально. Другой пример, тоже из истории музыки, когда мы совершенно выбрасываем какие-то имена, исходя, не пойми из чего. Всем известна оперная реформа Глюка. Это то, с чего начинает мозг промывать детям еще скулить же. Великий Глюк, который сделал оперу такой, какой мы узнаем в 19 веке. То есть убрал сухой речитатив и связал сюжет, действо, слово с драмой. Но проблема в том, что на самом деле реформировали оперу не только Глюк. В общем-то Глюк пошел за Томмазо Троэттой. Троэтта начал реформировать оперу раньше Глюка. Ну, и Троэтта, который работал здесь, в России, почему-то тоже вспоминается в нашей стране очень редко. Хотя свою лучшую оперу Антигона он написал вообще для Петербурга. Это колоссальная фигура Томмазо Троэтта, которая действительно составлял альтернативу Глюку в его реформировании оперы. И на оперу 19 века в равной степени повлияли и Глюк, и Троэтта. Там разные модели, они в разные стороны шли, но в общем-то она срослась как бы с двух сторон в итоге. То есть одного мы вообще вычеркиваем, не знаем, не хотим его знать. А в другом случае вытаскиваем Глюка и говорим, что вот он отреформировал. При том, что на самом деле, заметьте, реформа Глюка приходится на Францию, в которой сухого речитатива вообще никогда не было. Там реформировать-то нечего было. То есть там, начиная с Люли, который работал с Мольером, опера точно следовала за словом. Люли приходил на пьесы драматические и нотами записывал, как декламируют всякие росиновские, мольеровские актеры. И потом воплощал это в своей музыке. То есть во Франции музыка всегда шла за текстом. Естественно, поэтому реформа Глюка имела столь большой успех во Франции, потому что там, в общем-то, ничего практически реформировать не нужно было. Нужно было лишь подтвердить, что вот и немцы за нас, против итальянцев. Вот видите, значит наша музыка лучше. Вот зачем нужен был Глюк. Как третейский судья. Он не был французом, но он сказал, что вот французская драма, она по-разуме. Ну вот. А Траетто реформирует итальянскую оперу. Он заимствует в первой своей реформистской опере Ипполитой Алиссио либретто французской оперы, но его переводят на итальянский язык и выкидывают сухой речитатив. И это имело шумнейший успех в Италии. То есть вот откуда идут плоды второй реформы до Глюка. Почему-то мы это выкидываем из истории музыки, а на то делаем ставку. То есть это совершенно выборочные, выхвученные, отдельные точки, зачастую абсолютно случайные. Наша культура, естественно, абсолютно немецко-центрична. То есть если говорить о XVIII веке, кого мы знаем? Генделя, Баха, Телемана, Глюка, Гайдена, Моцарта, Бетховена. Вот те имена, которыми должен располагать студент. Прежде всего, все эти авторы немецко-язычные. Даже Моцарт, ему главный вклад все-таки в развитие Зинкшпиля, немецкой оперы, а не итальянской. Да, края бога сейчас Вивальди и немножко Пёрсова. То есть немножко итальянцев совсем вот так вот по верху и немножечко англичан совсем по верху. Но мы совершенно не изучаем, что происходило в Испании. Почти не смотрим, что происходило во Франции, Швеции, не говоря уже о новом свете. В Чехии много всего интересного происходило и так далее. То есть это наша культурная модель. Но в каждом регионе она совершенно своя. Когда историю симфонизма проходит в США, мы половину имен не знаем. И это нормально. Вот в чем дело. То есть я хочу снять флёр того, что мы знаем историю музыки. Я понял, что её, а, нету, б, я её не знаю, а, что их, по крайней мере, много ныне существующих историй музыки. И все они в той или иной степени нерелевантны самим историческим ситуациям в истории культуры, связанной с музыкой. То есть если мы будем к каждому веку возвращаться, то в каждом веке мы найдём другие фигуры, других реформаторов и другие ключевые позиции, которые сейчас зачастую нам просто неизвестны. Ну, и я бы предложил модель изучения истории искусства, выкинув оттуда персоналии. То есть просто по десятилетиям. В это десятилетие было то-то. Да. Потому что на самом деле эпоха накладывает отпечаток на всех, кто пишет в это время. Это да. А если мы будем проходить так, то мы не будем привязаны к фигурам гениев-творцов, которым нужно поклоняться. Потому что, как известно, гений – это не тот, кто свалился с небес, да, как раньше богов на машине спускали, на цепольчике, да, в театре. И они там все проблемы решали людские. Нет. Гений – это тот, кто создал гениальное произведение. Пост-фактум он становится гением. Вот создал произведение, которое воходит в культуру, которое действительно царь, значит, он может претендовать на такой статус. Потом не будет работать в культуре, значит, не будет претендовать на такой статус. Таким образом, если мы будем рассматривать не по персоналиям, а по хронологии идти, это даст значительно в большей степени приближенную к объективной картину реальности, чем если проходить по жанрам, по персоналиям и так далее. Только время. Только время. Но, к сожалению, так почти никто не читает. Если б наши филармонии оперировали не именами, а временем, эпохами, там бы программы были бы сильно интереснее, чем те, которые есть сейчас. А понимаете, это же как бы фактор, ну, мне кажется, очевидный, что на месте стоять нельзя. Мы либо развиваемся, либо набираем какие-то новые связи, увязываем их, приводим к чему-то новому, либо мы начинаем деградировать. Если филармонические концерты стоят на позиции «я знаю пять имен», оперные театры стоят на этой позиции, они лучше не становятся. И совсем недавно в нашу замечательную столицу приезжал такой музыкант с мировым именем, как Жорди Саваль. Музыкант, который за свою жизнь записал 230 компакт-дисков. Представляете, да? От эпохи средних веков до музыки эпохи Моцарта. И он не только давал концерт со своим коллективом, но и проводил мастер-класс с нашими русскими музыкантами. Ну, он был удивлен исполнением русских музыкантов. Но, и он сказал очень умную вещь. Он говорит о том, что вы ставите очень низкие цели. Цели немасштабные. Поэтому вы играете таким образом. То есть, я не могу сказать, что вы играете плохо. Ваша цель низкая. То есть, ваша цель сыграть все ноты. Написано форта, сыграть форта. Сыграть с той или иной степенью выразительности. У вас нет цели в этом произведении выразить весь мир. Если вы не ставите такой сверхмасштабной цели, что вот это произведение. Когда я играю вот эту пьесу, она есть весь мир. А когда я играю следующую пьесу, она есть весь мир. И этот мир не равен предшествующим. Вот если ставить такую задачу, пускай она будет невыполнима. Но она приведет нас к продвижению вперед. Если поставить ту задачу, которую я ставлю, попытки осмыслить всю историю музыки, даже если ее нет. Попытки приблизиться к тому, что невозможно к человеческому восприятию. Различить какие-то те детали, которые стерты на протяжении 20-го, начала 21-го века. То, наверное, к чему-то прийти можно. То, наверное, по крайней мере, парой-тройкой имен я свою аудиторию заражу. И люди захотят это послушать. И, возможно, оно будет более исполняемо, чем оно было исполняемо до этого. Потому что, знаете, на концерт того же Жорди Саваля, билеты были распроданы задолго до концерта. И там не было ни одного свободного места. Я оттуда покупал билеты месяца за три, чтобы на первом ряду сидеть в центре, чтобы не видно все было и слышно. Это показатель того, что люди готовы идти на музыку, которая в России неизвестна. На музыку Лока, того же, который не самый популярный в России автор, мягко говоря. Потому что им это интересно. Его принимали с огромным ажиотажем. Его большой был успех, он много на бис играл в музыке. Но это как раз говорит о том, что, в общем-то, люди устали от засилия шестой симфонии Чайковского. Я не хочу принизить симфонию Чайковского, но заметьте, если она будет исполняться каждую неделю, то эффект от нее будет несоизмеримо меньше, чем если она будет уступать это место другой музыке. Это как, в общем-то, следует из философии Жака Локана, удовольствие можно только украсть. Соответственно, мы должны неожиданно попасть. А вот, наконец-то, играют шестую Чайковского. И мы попали, и она оказала на нас впечатление. А если играют каждую неделю, то, в общем-то, воровать там нечего. Никакого реального наслаждения, да, прорезающего нас насквозь мы не получим. Вот такая идея. И я бы хотел закончить сегодняшнюю нашу встречу, ибо я ее запланировал на две полноценные лекции. Такой метафорой, что когда закрывается от нас Солнце, скрывается за горизонтом, мы начинаем видеть мириады звезд, если небо ясное. И мы можем подумать, что Солнце ярче, потому что оно больше. Но, как известно из астрономии, это не так. Звезды больше. Большинство из них намного крупнее, чем Солнце. Просто Солнце ближе к нам. То, что мы притягиваем через свои ассоциативные связи, кажется нам затмевающим эти звезды. Но, когда мы хотя бы усилием воли пытаемся представить, что этого нет, и обращаем внимание на что-то окружающее, оказывается, что это колоссальное изобилие. Это полноценное звездное небо, это млечный путь, в котором мы не можем различить даже количество находящихся там точек. И каждая из этих точек не меньше, чем наше Солнце. Но вот в чем незадача. Люди называют звезды других галактик далекими Солнцами. Мы проецируем то, что близко, на то, что далеко. Примерно то же самое происходит и в нашем восприятии культурных феноменов. Мы проецируем то, что притянуто к нам жесткой сеткой ассоциативных связей, и именуем того же Рассетти или Мартина и Солера Моцартом, вторым, третьим Моцартом, Крауса, шведским Моцартом и так далее. То есть мы идем от Солнца к далеким мирам. Да, потому что Моцарт Джон Солнца музыки, как сказал Антон Григорьевич Рубинштейн. Ну вот мы так и мыслим все, начиная с консерваторской эпохи, ибо Антон Григорьевич открыл одну из наших консерваторий. И, соответственно, я отлично понимаю людей, для которых изначально опора на эти имена нужна. Потому что это то, что создает первичный ряд ассоциаций. Но, как сказал Жоргий Собай, нельзя ставить такие низкие цели. Это первоначальная цель, когда никакой цели не было. Вот такая появилась хорошо. Но когда мы хоть чуть-чуть в ней утвердились, нужно ставить дальнейшую цель. И эта цель должна быть рассчитана на хотя бы попытку приблизиться к каждому уникальному образцу музыкального искусства. Да, их столько же, сколько звезд. Их неограниченное количество. И за жизнь мы их столько не сможем собрать. Но ведь в этом и есть смысл. Если произведения искусства формируют нашу субъектность, то этих произведений искусства и должно быть неограниченное количество, чтобы мы сами сформировали себя несколько отличными, чем другие 7,7 миллиардов человечков. А если мы идем по пути массового субъекта, то не будем забывать, что субъектность может быть распределена на большое количество физических тел. Тогда мы имеем тел-то много, а субъекта одного. Того, которого формирует культура. И здесь, конечно, есть и подоплека сугубо политическая. Потому что, когда нам навязывают, что у искусства есть история, это значит, что современное искусство, естественно, оно подразумевается не серьезно, а массово. Оно и есть то, что отражает современное право. А массовым искусством легко управлять. Легко управлять через точечное финансирование тех или иных отраслей. А если все остальное – это лишь прошлое, к которому мы можем обратиться с целью ознакомления, а как оно было тогда, то, естественно, человек понимает, что, ну, в общем-то, можно этого и не делать. Тогда формируется массовый субъект, субъект современной нам эпохи, который потребляет ту продукцию, которую потребляет. И когда мы в итоге встречаем студентов, ну, не в музыкальных вузах, но в вузах столичных, которые будут знать, кто такая Лобода, но кто такой Чайковский, не знают. То есть не то, что там Терадельяс, они не знают те самые пять имен, которые вдалбливало в нас на протяжении эпохи культуры. И они их не знают как раз по причине того, что выше, то есть музыканты, которые профильно занимаются этим делом, не знают, кто такой Терадельяс. Вот и все. Ну, в общем-то, на этой торжественной ноте я и планирую сегодня закончить. Если есть какие-то вопросы, комментарии, я готов их выслушать. Да. Несколько собрались, для того, чтобы комментировать. Хорошо, что вы готовили вопрос чешских композитов, потому что иногда бывает обидно, что вспоминает Моцарт, но не вспоминает мысливчика. Даже если мысливчика уберем, а взаимодействие Моцарта, во-первых, с цитолипской школой, если спросить, что такое цитолипская школа, никто, даже если здесь, скажи мне цитолипская школа, одно имя представителя цитолипской школы, никто, ничего. Назови мне пражских композиторов до конца XVIII века хотя бы. А еще есть очень интересная вещь, ведь Моцарт понимал свое положение, и он многим композиторам сам делал омажи, как, например, Йоханн Батист Кухарц. Он же Янг Штидл Кухарц, он даже в несколько опер он вставил, и в текст, и в музыку. Цитаты. Цитаты и текстовые музыкальные. То есть это были явно омажи Батист Кухарц, талант, которого он признавал, и талант, которого сам преклонялся. То есть считал человека стоящим где-то даже выше него самого, которого считал бюдозорным учиться. Но это сейчас не рассматривается, потому что Моцарт как самодостаточная величина, которая ни у кого не училась, ни с кем не взаимодействовала и вообще никак, а вот, пожалуйста, набор этих чешских композиторов. И просто как бы я пытался сам этот вопрос исследовать, поскольку предмет моих интересов... Чешская композитория. Да, она чешская композитория. И вот даже бывало как-то странно, что про них периодически забывают. И второе, что вот когда Саваль сказал, что вы ставите низкие цели, это похоже на, не поверю себя говоря, богохуйство. То есть эти цели, когда ты концентрируешься именно на механике, на самой, не понимаешь, что за этой механикой должно стоять. То есть это какая-то демиология наоборот, вывернута наизнанку получается. Ганностические демиологии. Ну, то есть по плохому, в плохом смысле этого слова. То есть когда именно сам человек становится механистическим инструментом, без понимания, что этот инструмент должен наполнять, а чему он должен служить. Когда путается то, чему он должен служить, с тем, чем он должен лишь пользоваться. То есть когда происходит это замещение... И все-таки я хотел бы сказать немного защиту концепции пятиимен, как я бы сказал, небольшой. Дело в том, что вот этот подход пятиимен, что он мне лично напоминает? Он напоминает терапию, которая применяет к людям, находящимся в психотическом состоянии. Когда им дают что-то совсем проще. Ориентацию в костанстве, простейшую. Какие-то вехи, то есть у них разбитая личность. Мы все сейчас находимся под атакой мощнейшего информационного потока. То есть мы все ежедневно, в той или иной степени, ввергаем их в психотическое состояние. Огромным объемом информации. И часто человеку... Он не может дальше пройти. Ему нужны какие-то основные вехи, за которые можно было бы закрепиться. Он не обязательно пойдет дальше, то есть он может это не интересовать. Но ему может это пригодиться, именно как в терапевтических целях. Так она... Я не против концепции пятиимен, я против концепции пятиимен в специализированных институциях. Вот в чем дело. И именно если в специализированных учебных заведениях, не только в вузах, история музыки все-таки будет рассматриваться как история, в смысле хронология, создание тех артефактов, которые можно пользоваться и по сей день, то тогда, естественно, концепция пятиимен будет замечательным действием... замечательно действовать в народе. Когда народ будет знать столько-то, но они будут видеть, что играется больше, и этим тоже интересуются профессионалы, что это лишь первая ступень к чему-то большему, к тому многообразию, которое есть. А нет, тем и исчерпывается все. Потому что концепция пятиимен, как известно, заканчивается чем? Что значит, если важны именно пять имен, и авторское начало проявляется в любом знаковом сочинении этого автора, значит, нужно знать всего пять сочинений. Ну да, это справедливо. Хорошо. Спасибо большое, огромное было очень интересно. Спасибо всем за внимание. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова